Мы обсудили также вопрос энергетики. Вам известно, что компания ОМВ и компания Газпром заключили контракт о Южном потоке в качестве компании. Это неофициальная часть этого визита, но по времени совпадает с визитом. Я тут придерживаюсь мнения. Проект Южного потока является с деловой точки зрения целесообразным и разумным. Если кто-то подвергает Австрию критике из-за нашего участия в этом проекте, тогда надо винить и Венгрию, и Болгарию, Сербию в том числе, и другие, и разные европейские компании, которые все участвуют в этом проекте. Такая философия, что страны-члены НАТО, Болгария и Венгрия, могут участвовать в проекте Южного потока, а Австрия нет. Хотя от 1500 километров только 50 километров будут проходить по австрийской территории. Вот такую философию мы в Австрии не разделяем. Это мнение австрийского правительства, это и мое личное мнение. Конечно, особое место в экономическом сотрудничестве между двумя государствами играет энергетика. Мы помним, что с 1968 года Австрия является первой западноевропейской страной, заключившей тогда с Советским Союзом контракт на поставки природного газа. Все эти годы Советский Союз, а затем и Россия безупречно исполняли свои обязательства. Активно взаимодействует «Газпром» и австрийский партнёр ОМФАУ. На повестке дня строительства австрийского участка газопровода «Южный поток» – господин президент сейчас об этом достаточно подробно говорил – считаем этот проект стратегически значимым для устойчивого энергоснабжения всей Европы. Сегодня, как вы знаете, состоялось подписание «Газпромом» и ОМФАУ соглашения акционеров совместной российско-австрийской компании. Это важный практический шаг на пути реализации проекта «Южный поток». Обсуждение текущих вопросов сотрудничества в области экономики будет продолжено сегодня на переговорах с господином канцлером Файманом, а также в ходе нашей совместной с господином президентом встречи с представителями австрийского бизнес-сообщества, среди которых у нас очень много друзей и партнёров надёжных. Мой вопрос в адрес президента Фишера. Нам известно, что сегодня было написано соглашение о строительстве трубопровода «Южного потока». Это означает, что обход Украины – это правильный знак в настоящее время? Вы обсудили вопросы Крыма в рамках вашего разговора. Есть ли подходы к решению этого вопроса? Спасибо. Сначала по поводу темы «Южного потока». В Австрии есть такая поговорка. Кто говорит «А», тот должен сказать и «Б». Кто говорит «А», кто соглашается на первый шаг. А именно, что Европа в отношении потребностей в энергоносителях и в природном газе зависит от слишком малопоставщиков и обслуживается через слишком низкое количество трубопроводов, тот должен сказать и «Б», то есть пойти на второй шаг и постараться добиться диверсификации. Проект «Напук» не состоялся, и поэтому сейчас был разработан проект «Южного потока», кстати, не только Австрии, а этот проект «Южный поток» – это трубопровод протяженностью 1500 километров, если не ошибаюсь, в большей части по территории Болгарии и Венгрии. Это государства-члены НАТО, они члены Евросоюза. И никто не может объяснить мне, я не могу объяснить австрийскому населению, почему газовый трубопровод, который ведет через территории членов НАТО и членов Евросоюза, не должен находиться на австрийской территории, при том, что участок на австрийской территории составит только 50 километров. Это факты. Я хочу добавить. «Южный поток», в отношении «Южного потока» есть оговорка, связанная с соответствием этого проекта, нормам и законодательства Евросоюза. Это относится ко всем участникам, не только к Австрии. Самый последний вопрос с российской стороны. – Добрый день, Павел Зарубин, телеканал «Россия». У меня один вопрос тоже обоим лидерам в продолжении во многом предыдущего вопроса. Вот по поводу «Южного потока». Господин президент Австрии только что много говорил о том, что этот проект очень важный и нужный для Австрии, но мы, тем не менее, все слышим, какие заявления звучат с американской стороны, какие заявления следуют от некоторых европейских чиновников. И вот в связи с этим, насколько российско-австрийские договорённости по «Южному потоку» вообще жизнеспособны, на ваш взгляд? Спасибо. Вы знаете, мы ведём эти переговоры с нашими партнёрами по контрактам, по сделке, а не с третьими странами. То, что американские наши друзья недовольны «Южным потоком», но они были недовольны в 1962 году, когда начинался проект «Газ в обмен на трубы» с Федеративной республики Германии. Сейчас они тоже этим недовольны, ничего не изменилось. Здесь изменилось только то, что они сами хотят поставлять газ на европейский рынок. Но уверяю вас, что он будет не дешевле российского. Трубный газ всегда дешевле, чем сжиженный газ. Его надо добыть, сланцевый газ, его надо превратить в жидкое состояние, его надо перевести через океан, регезифицировать. Это большие деньги, это точно дороже, чем наш трубный газ. Но они конкуренты, тем не менее. Это нормальная ситуация. И они делают всё для того, чтобы этот контракт сорвать, так же, как это было многие десятилетия назад. Здесь нет ничего необычного. Это обычная конкурентная борьба. Сюда, в ходе этой конкурентной борьбы, используются и политические средства. Говорят о слишком большой зависимости Европы от российского газа. Мы исходим из того, что любые наши партнёры вправе могут и должны создавать для себя наиболее благоприятные условия, иметь контакты и контракты со многими партнёрами. То же самое и делаем и мы. Знаете, совсем недавно мы заключили контракт с Китайской народной республикой. Будем и дальше продвигать наш продукт на развивающиеся рынки Юго-Восточной Азии и Азии вообще. Но это естественное наше движение по расширению транспортной инфраструктуры. И, кстати говоря, отвечая на вопрос в австрийской коллегии, могу сказать, что это не стремление обойти Украину. Эти проекты возникли давно. А северный поток – это что, стремление обойти? Нет. А наш голубой поток на Турцию по Чёрному морю, есть такой проект, он уже существует, работает. Это что, стремление кого-то поставить в трудное положение? Нет. Это просто наши прямые контакты с Турцией. Есть ещё газопровод через территорию Белоруссии и Польши, действующие. Это что, стремление обойти Украину? Нет, просто мы развиваем транспортную инфраструктуру. Нельзя всё время упираться, что мы что-то делаем против кого-то. Мы делаем это в своих интересах. Мы и наши партнеры. Я хочу здесь отметить, что Австрия поддерживает прекрасные отношения с Соединёнными Штатами Америки. Это я поддерживаю. Как вы слышали, Австрия поддерживает также прекрасные отношения с Россией, что я тоже поддерживаю. И существует множество вопросов, о которых надо проинформировать себя, вести обмен на них. Но если такая компания, как ОМФАО, заключает контракт с российской компанией, никто не требует в Австрии, чтобы эта фирма, эта компания обсудила этот вопрос с третьими или четвёртыми государствами. Если другая австрийская компания заключает договор с Россией, тоже никто не требует, что заранее надо обсудить этот вопрос с третьими или четвёртыми государствами. Я думаю, большинство европейских стран, большинство европейских демократий, они все так поступают, я считаю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Камень.